Ни для кого не секрет, что на рынке Форекс можно зарабатывать, а валютный трейдинг – наиболее доступный способ заработка на рынке Форекс. Торговля деньгами – один из самых распространенных видов бизнеса, и принцип получения прибыли в этой сфере ничем не отличается от всех остальных. Первый вопрос, который возникает у человека, заинтересовавшегося рынком Форекс, – какой уровень этой прибыли, то есть сколько можно заработать на Форексе? Конечно же, в данном случае нельзя дать однозначного ответа и тем более называть каких-то цифр, но давным-давно известно, что активные инвестиции, когда человек сам управляет своим капиталом, в разы, а иногда и в порядке, эффективнее и доходнее, чем пассивные вложения. За примерами ходить далеко не нужно, достаточно сопоставить, например, процент депозитов в банке и процент реальной инфляции, все станет понятно. Но, естественно, здесь есть и обратная сторона медали, потому что с увеличением доходности увеличивается и риск инвестиций. И это, конечно же, нужно иметь в виду тоже. Прибыль на рынке Форекс зависит от множества факторов. Во многом она определяется умением трейдера анализировать рынок и прогнозировать динамику его роста. Нужно уметь правильно выбрать момент выхода на рынок и закрытие открытой позиции. В данном случае речь идет о верном выборе торговой тактики. Соблюдение правил контроля над капиталом позволит значительно снизить рискованность сделок. Но в любом случае ключевой фигурой всегда остается трейдер. Именно от его действий зависит, насколько эффективно работает торговый капитал. Прибыль за определенный период и показывает, как успешно трейдер использует свои деньги на рынке Форекс. Важно не количество денег, которые он получает, а сам факт положительного движения счета. При этом сам механизм возникновения прибыли максимально прост. Достаточно представить себе обычный обменный пункт. Мы можем прийти в этот обменник и поменять свои рубли, например, на доллары. А через несколько дней курс рубля может измениться настолько, что обратный обмен будет нам выгоден. Мы получим больше денег, чем вкладывали изначально. Вот Форекс это и есть такой огромный международный обменник. Причем курсы валют на нем меняются очень динамично. Поэтому зачастую эти несколько дней ждать даже не нужно. Все может произойти за несколько минут или несколько часов. Крупные вложения предполагают как высокую прибыль, так и повышенный уровень рисков. Для тех, кто только учится торговать, профессионалы рекомендуют использовать небольшие суммы. И в первую очередь добиваться максимального ограничения убытков. Ваш капитал может приносить некую норму прибыли, которая задается рынком. Если вы получаете меньше прибыли, значит вы не используете свои возможности на полную мощность. Прежде чем установить цель торговли, соизмерьте ваш текущий капитал с необходимыми темпами прироста. Прибыль на Форексе – это альтернатива другим источникам дохода. Она должна быть по меньшей мере равна вашей прежней месячной зарплате. И это минимум притязаний начинающего трейдера. И все-таки, каков размер первоначального капитала? Ну, ответ на этот вопрос зависит от того, в какой стадии развития находится трейдер. Если речь идет о том, что человек только столько знакомится с процессом и, например, владевает компьютерным терминалом, компьютерной программой, то для этого денег вообще не нужно. Это делать можно и на учебном счете, так называемом. Если человек совершает свои первые сделки, пробует совершать свои первые торговые операции, достаточно совсем небольших сумм, буквально 10-50 долларов. Если речь идет о получении дохода, получении инвестиций, здесь, конечно, уже требуются большие суммы. И принцип уже очень простой – чем больше, тем лучше, естественно. Как утверждают опытные участники рынка Форекс, первое получение прибыли означает, что вы научились контролировать риски, вырабатывать стратегию и принимать верные решения. Теперь можно задуматься о более крупных инвестициях в рынок Форекс. На этот счет существует очень много точек зрения. Но можно сказать однозначно, по практике, что трейдеры, начинающие с небольших сумм, с небольших капиталов, допустим, в несколько сотен долларов, первое время их усилия идут на то, чтобы увеличить свой капитал, свой депозит до определенного уровня, после которого уже можно спокойно распоряжаться получаемой прибылью. Вот эта сумма, этот самый рубеж, по разным оценкам, ну где-то от 500 до 1000 долларов. Вот как все-таки правильно распорядиться своим капиталом, как эффективно влиться в валютный рынок Форекс, об этом зрители могут узнать на нашем бесплатном вводном семинаре, который проводится еженедельно. Специально для зрителей НДС Форекс, все, кто в течение часа после окончания программы запишется на семинар по телефону 320421, получат в подарок диск с обучающими материалами. Они помогут вам разобраться в тонкостях трейдинга. Кроме того, на диске вы обнаружите дистрибутивы программ для торговли на валютном рынке. Еще один подарок – карточка на 15 долларов, которая может стать вашим стартовым торговым счетом. Удачных торгов на этой неделе!